Здарова! Ребята, на связи Шамшурин и это видео называется «Как заинтересовать девушку без слов» или «Как заинтересовать девушку, ничего не делая». То есть предисловие такое, что многие парни, они пытаются заинтересовывать цветами, подарками, какими-то фальшивыми комплиментами, у кого круче тачка, у кого там еще что-то, у кого еще что-то, у меня биться ухо больше, у меня денег больше и так далее. Но по факту, еще раз говорю, что заинтересовать надо личностью, то есть нужно быть личностью, потому что всегда найдется кто-то, у кого больше денег, у кого дороже машина, у кого там больше ресурсов, у кого красивее пресс и так далее, что-то в этом духе. И хочу тебе рассказать такой пример коротенький. И когда-то давно, когда мы жили еще в Самаре, и с моим другом Мишкой постоянно ежедневно практиковали, ходили, гуляли по набережной в кафе, соблазняли девушек, общались, нарабатывали какие-то навыки коммуникации и так далее. У нас был такой знакомый Виталий. Виталий ни хрена ничего не понимал в пикапе, он знал, кто мы, что мы, но он всегда боялся даже там как-то начать. И однажды мы как-то встретились втроем, мы пошли погулять, увидели в кафешке двух девушек. Они сидели рядом, видимо пришли пообщаться, ну вот именно один на один. Мы подошли к ним, открыли, заинтересовали, ну вроде бы нормально реагируют, мы говорим, давайте мы присядем. То есть так получается, что мы садимся напротив них, здесь мы втроем, я Миша и Виталий, здесь эти девчонки сидят. И мы с Мишкой начинаем активно с ними общаться, коммуницировать, заинтересовывать, какие-то пробрасывать штуки. То есть девчонки ведутся, все нормально, все классно, а Виталий сидит между нами и как бы внутри, как он потом рассказал, ему было очень ссыкотно, страшно и волнительно, да. Но внешне он парень как бы симпатичный и он умел делать какое-то такое лицо, вот пафосное такое. То есть он был настолько вот внешне, настолько не скажешь, что ему внутри некомфортно, то есть он сидел и весь его посыл, весь его месседж был таким, что мне на вас вообще наплевать. Что я сделаю, мне так скучно с вами, то есть там, что-то... Ну то есть он умел как-то себя подать. И как бы суть в том, что фактически он с ними не разговаривал вообще, потому что он не знал, что делать, и о чем говорить, и что говорить, и как, и когда. Но девчонки в какой-то момент начинают переключаться на него. И это вот отличный пример того, что мы пытаемся подпрыгнуть, тут как-то заинтересовать, что-то там прожонглировать и так далее. Хотя мы это делали, естественно, с позиции сверху и с достоинством. А человек просто сидит и молчит. И как бы вот такой вот интерес работает, что при этом он снаружи выглядит, как бы внешне выглядит так, как будто бы ему вообще пофиг. И у девчонок что-то внутри щелкает, а они, наверное, начинают думать, подождите, а почему этому парню на нас наплевать? Почему он... он вроде бы не выглядит так, как будто он скромный или волнуется, но при этом он с нами не разговаривает. Начинается такой обратный процесс, они сами начинают закидывать ему какие-то вопросы, какие-то фразы. И буквально там через 5, может быть, 10 минут эти девушки уже общались вдвоем практически только с Виталием, только ему задавали вопросы и так далее. Мы с Мишкой переглядываемся, думаем, да, песец попали. Хотя он не знал, что делать, но он как-то вот отбивался, как-то отвечал на эти вопросы. При этом он все время просто делал такое пафосное лицо, типа, что вы вообще от меня хотите? И когда мы ушли, он, естественно, не стал брать телефон, мы его вернули и сказали, Виталек, ты что, блин, ну они обе твои, там, бери телефон, не знаю, приглашай на свидание и так далее. Он долго волновался, мялся и так далее, но все-таки пошел и там без проблем получил свой номер. И там дальше история умалчивает, что было, потому что мы потом долго не виделись. Я думаю, что, ну если он, как бы, если ему хватило ума, он, скорее всего, позвонил, наверное, и все было хорошо. Хорошо. Это, как бы, один из сотен примеров, которые могут быть в жизни, что, казалось бы, нелогичных, да. То есть ты вкладываешь какой-то ресурс эмоциональный любой, а девушки заинтересовываются тем, кто этот ресурс не вкладывает. И это, этому надо тоже учиться, этому можно научиться, нужно научиться. И, как бы, та книжка, которая выходит в сентябре, моя новая книга, она тебя этому научит, потому что там очень много таких моментов из жизни описано. То есть она полна каких-то примеров, техник и практик, которые, как бы, преподнесены именно на моих примерах живых. То, что было у меня на историях моего соблазнения, моих соблазнений, еще чего-то, историях моих клиентов, еще кого-то. То есть вся книга пронизана именно этим. То есть практика через истории, через реальные кейсы, через реальные случаи. Плюс еще важная новость, мужик, хотел тебе напомнить, что 23-го июля у нас стартует групповой тренинг в Москве. Большой групповой тренинг у нас будет в районе 30-очки. То есть буду я вести полностью весь тренинг, плюс моя команда. Очень много саппортов, очень много индивидуальной работы. Места осталось еще совсем чуть-чуть, поэтому успевай подписаться, записаться. Оставляй свою заявку под этим видео по ссылке внизу и участвуй в групповом тренинге. Увидимся с тобой 23-го числа, 23-го июля. Две пары выходных, суббота, воскресенье и следующая суббота, воскресенье. Плюс два вечера практической работы среди недели. И, ну, соответственно, для тебя этот тренинг будет длиться 9 дней. 9 дней интенсива – это очень крутая тусовка. Ты найдешь себе друзей, динамышленников, коллег, партнеров. И научишься всему, чему ты должен научиться относительно женщин. Увидимся 23-го числа. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok